Всем добрый день. Предмет встречи, наверное, понятие. Учитывая ту бурь, которая на гостевой после последнего матча разразилась, есть предложение обменяться мнениями о той ситуации, которая есть в настоящий момент. С нашим футбольным клубом я донесу свою позицию, вы можете донести свою позицию и нам станет более понятна ваша позиция, вы поймете, куда мы будем двигаться дальше. Поэтому это два слова о содержании встречи. По формате, просьба тогда, кто будет задавать вопросы, тогда вы меня знаете, представлять, чтобы я мог по имени, соответственно, прощаться, чтобы так было лучше и проще. Это первый момент. Второй момент в целом по тому, что сейчас происходит. Я, наверное, скажу, что и вы прекрасно понимаете, и мы прекрасно понимаем, что то место, тренерная таблица, в которой находится команда, она нас не устраивает, она не устраивает вас. Не устраивает, по большому счету, игра, которую показывает команду. В связи с этим, сейчас идет период оценки деятельности тренера. Я уже говорил. В средствах массовой информации, интервью о том, что период времени на исправление ситуации дан до конца первого круга, по окончании которого могут быть сделаны определенные порт-выводы. Не считаю целесообразным. Причем не только я. Я говорю, как бы, отнять свое имя. Чтобы все понимали, решение принимается на наблюдательном совете. Это коллегиальный род. Не я, не Андрей Ильич такие решения не принимают. У нас, в наблюдательном совете, 7 человек. Соответственно, все решения принимаются в большинстве голосов. По-настоящему принято решение о том, что время работы меньше, чтобы не нервничать, спокойно работал, как минимум первым кругом ограничить. И очень надеюсь, что работы с ним мы продолжим в дальнейшем, поскольку результаты... Андрей Ильич, я вам куда пошел? Я вам к девушке, конечно, стульчик зацепь себе. Я не уйду. Ну, смотрите, результаты, я надеюсь, в ближайшее время все-таки придут. Поэтому, пожалуйста, жду ваш вопрос, предложение. Тишина. Нет, ну... Хватит вас. Ты так, что... Ты так, что... Просто интересно, зачем пришли, если вопрос не издают. Сергей... Сергей... Карасный... В общем, общее мнение какое? Это, опять же, из тех людей, с которыми я общался, что самый больной вопрос, это, если команда проигрывает, лучше пользоваться теми ребятами, которые с нашей области. То есть воспитанниками профессионаловского футбола. С ними как-то горе легче переносится. Люди задают вопрос, почему Менщиков не ставит в основном состав саратовских футболистов. Вот это один из вопросов. Давайте как-то поступать, мы так проверим. Ну, тут не один вопрос, тут несколько вопросов. Ну, да, да. Ну, по порядку. Местные футболисты. Сезон 2008-2009 годов, особенно начало 2009 года, да? Команда была практически полностью собрана из местных игроков. Там по пальцу можно пересчитать, кто был не местных. Результат, наверное, помните все. Помните, нет? Это, как бы, для понимания, это потолок, который можно достигнуть с местными игроками. Полностью с местными, да? Поэтому, к сожалению, я об этом все время говорю. Я бы с удовольствием пригласил местных игроков, если бы они играли на достойном уровне. Поэтому при, грубо говоря, при прочих равных играет местный. Если местный слабее, играет, к сожалению, на гору. Другое дело, что если мы говорим, что давайте сделаем команду чисто из местных. Если все устраивают потенциал команды, который был в начале 2009 года, а я помню, что тогда на некоторые игры даже половина темпа не наполнялась. То есть ходило 2-3 сотни людей. Потому что это было совсем умным и печально. И, как бы, если сравнить тогда и сейчас, я думаю, что две большие разницы. В любом случае, даже не зависимо от этого. Потому что это результат времени. Это вот ответ на этот вопрос. Поэтому в этом году, что могу сказать по поводу местных? В этом году прибавил дубль по сравнению с прошлым сезоном. В этом, кто смотрит, кто видит, наверное, знает. Результаты заметно лучше. Поэтому в течение года-полутора местных будут подтягиваться. Безусловно, никакого дубля к основе. Но кто это будет делать? Я думаю, это тоже. Тогда, Александр Александрович, из этого вытекает вопрос такой. Допустим, то есть самый лучший вариант. У Менчикова появляется, то есть на щупу он правильный путь к решению позитивно, чтобы команда выигрывала. Есть ли расклад, то есть чтобы попечительский совет донес до него такую идею, что, допустим, сокол выигрывает 2-0-3-0 по игре, то есть действительно возит рыломся, чтобы ему как-то сказали, что, пожалуйста, в такие моменты выпуская молодых ребят. То есть там с дублей, чтобы вот, то есть, и если это возможно, то есть, ну, я так думаю, Андрей Юрьевич всегда будет за это. Таких игроков, которые особенно первое время будут выходить, игроки, чтобы по громкой говорили, что воспитанный к саратовской школе, там на замену выходит воспитанный к саратовской школе, ну, там, Иванов, Пупкин, там, или еще кто. То есть как бы, чтобы не было недопонимания, Александр Александрович, понимаете, многие люди не знают, то есть они приходят, они обыватели, им иногда лень даже программу купить за 10 рублей, которую клуб делает, понимаете. Чтобы узнать, кто, откуда и что. То есть вот такие вот вещи, если будут они пропагандироваться, чтобы они не вызывали нервозности, то есть вот, если вы за, то это будет отличным, мы будем рады. Ну, я за, безусловно, но, как вы понимаете, в этом году еще не было ни одного мальчика, чтобы можно было молодых воспитников выпустить, а я думал, что играют очень прекрасно, точно так же эту точку зрения понимают. Есть второй момент. Ну, как бы, сейчас мы обсуждаем о том, что же будет после первого круга, да, как бы, понятно, что амбициозная, как бы, задача, она пока, наверное, будет в любом случае корректироваться, да, вот, тем или иным образом, по факту, вот. Возможно, корректировка задач произойдет вместе еще и с тем моментом, что от некоторых иногородних игроков мы будем управляться. В этом случае, безусловно, как бы, будет одно из направлений, мы будем пытаться, как бы, пойти по пути, там, может быть, некоторого ослабления состава, но по пути, как бы, подтягивания к основному составу молодых-саратских воспитников. Я пока, это самое, повторяюсь, это пока не принятое решение, как один из возможных вариантов, но, как бы, вариант вполне разумный, потому что вы знаете, что бюджет команды, он на сегодняшний момент ограничен, поэтому приобретать дорогостоящих игроков у нас не получится, вот. Тем более, что, как бы, есть приспособления к тому, что у нас и не более титулованные игроки, как бы, они могут, согласно условиям контракта, между кругами команды покинуться. Особенно учитывая то, что, как бы, результат нынешний, да, у них, я думаю, будет большое желание. Да и у нас не будет правых удержанных условий, это поэтому я думаю. Пожалуйста, слушаем. Маркарита, такой вопрос по поводу финансирования команды. На заседании областной думы было принято решение, часть финансирования саратовского спорта перевести в перинатальный центр. Это неверно, это было принято, решение, наоборот, было принято о том, что деньги саратовского спорта не снимают. Поэтому деньги с финансирования команды не снимались. Единственное, как бы, в какой направлении был снят, если был снят еще в январе месяце, по предложению губернатора, были сняты денежные средства, которые были предусмотрены на установках табло. Поэтому в этом плане, к сожалению, мы в этом году не можем поставить табло. Хотя оно было запланировано, и в начальном проекте бюджета деньги уже на табло были заложены. Поэтому табло не будет, но, как бы, я говорил, что у нас было две ключевых проблемы по стадиону. Это табло и освещение. Освещение, на самом деле, проблем более значимы, поскольку то оборудование, которое у нас установлено, его уже даже нельзя заменить, оно не выпускается больше. Поэтому вот 2 миллиона рублей на освещение, они есть, и в ближайшее время начнутся работы по замене план. Это то, что будет сделано в этом году. На будущий год придется возвращаться к вопросу того, хотя изначально мы планируем, конечно, на будущий год заниматься заменой кресел. Хотя по замене кресел работы в этом году начнутся, но, скажем так, менять мы будем кресла не полумасштабно, а по секторам, по мере того, сколько возможности финансово будет. Потому что, как бы, в рамках, грубо говоря, тех средств, которые клуб зарабатывает от продажи билетов, да, в рамках этих средств мы будем менять. Начнем с западной тренировки, вначале, потому что там менее затратные. А потом, наверное, если на будущий год эти средства удастся присваивать, то мы на будущий год поменяем они восточные. Это, как бы, самая ключевая проблема после дела. Александр, а нам на будущее, на будущее, если вы же там, в этом круге общаетесь, если как только тучка появится на горизонте о том, что на следующий год, если деньги заложены будут на того, вы нам как-нибудь маякнете, чтобы мы попросили дружно, собрались и попросили господина губернатора наши деньги на наше таборо. Я предлагаю вот эту работу, но можно начать прямо сейчас. Без проблем. Александр, серьезно, махните рукой, вот все люди, которые придут, ну, часть, конечно, поедет домой по делам, а остальные прям пойдут все. Только надо будет вопрос с ОМОНом решить. Мы с ОМОНом решим, да, Живан? Нам только подбоеться. Так что, в принципе, если есть желание, если есть возможность губернатора, все, мы за любой кипыш, кроме Гладой. Сегодня мне пришло письмо от заместителя начальника УВД, которому он ответил мне, что милиция будет более дабыжелательно болеть. Аттестация близкая, ребята, аттестация близкая, это настоящая идея. Такое указание Аренинам, соответственно, милиции общественной безопасности дано, вот, требуя из-за этого документа, я, мы вот, на сайте моего опубликуем. Это вот насчет прохода, да, тоже, то, что люди не выпускают, людей не выпускают, да? Слава Богу. Я думаю, на сайте тоже ответ дали. Они технично ушли от ответа, можно или нельзя. Позиции клуба, позиции стадиона, что все имеют право свободного входа, свободного выхода по предъявлению ранее купленного билета или абонемента и требованием покупать второй билет является абсолютно незаконным. Это наша позиция. Если там какой-нибудь майор или там капитан полиции начинает что-то придумывать, ну, вы знаете мой телефон, обращайтесь, звоните, тут же будем реагировать. Потому что это незаконно. Другое дело, что, ну, мы знаем, что за этим стоит, да, что якобы человек вышел, там принял на грузь и идет обратно пьяный. Ну, это адекватно сотрудники. Никто не просит, чтобы сюда пускать пьяный. Если он пьяный, то его хоть с билетом, хоть без билет в любом случае, наоборот. Человек нормальный, да, и вышел по каким-то делам и обратно возвращается, предъявляет ранее купленный билет, то его просто обязаны. Ну да, просьба вот для того, чтобы с такими случаями разбираться, наиболее оптимально это вот, там, нигде-то ж на гостевой писать, да, вот обратиться. Причем, как бы, если сотрудник милиции должен на мосту представиться, да, уточнить его по имени, может быть, и звание, как бы, мы им бы это звучит, прям, как только фамилию, да, все же, фамилию вашей, и все, они боятся. Крайнем случае, да, если отказывается представляться, мобильные телефоны с функцией фотокамеры есть у всех. Пожалуйста, давайте материалы, я по-своему, да, все отличие. Но только, скажем так, давайте так, чтобы без перебора, если, грубо говоря, сами, если идем с пивом, да, начинаем там пычется, да, как бы, ну, как бы, это не тот случай. Все правильно. Вот и при этом, знаете, просьба такая, не затягивайте, чтобы действительно через два дня, а вот меня позавчера не пустили, вот, телефон есть, позвоните, я подойду. Понятно. Чтобы сразу на месте эти вопросы решать. Раз решим, два решим, на третий раз просто никому не захочется. Вот это все. А потом бить по хвостам. Ну, это можно, конечно, мне кажется, все-таки менее эффективно. Александр Иванович, сейчас, серьезно, одно маленькое уточнение. Ты Александр сказал, что два миллиона выделены на замену светотехнической аппаратуры. Сейчас ведем просто переговоры с поставщиками. Практически у всех срок поставки восемь недель. То есть, чтобы не было, Александр сказал, а работа не ведутся. Я думаю, сейчас вот найдем все-таки оптимальную какую-то фирму и качественную, и в то же время, так сказать, по деньгам. Ну, и если два месяца, то в августе начнем. Но нам, в принципе, самое главное, до августа, до сентября, та прокурора, это за фонд, надеюсь, все-таки она выдержит. Главное, чтобы в сентябре где-то уже поработать. Да, когда мы сидим. Хотя бы частично, да, не полностью мы решим вопрос. Но, во всяком случае, для... Вот то освещение, которое есть, с новым освещением оно уже будет гарантировано. Да, парни, да, постулим еще сразу, чтобы выиграться-то делали, всем больше. Стулья не грязные, стулья старые. Именно поэтому они... Чтобы у нас есть... Ну, привести в порядок их бумага. Ну, как студенчество, молодеи уже можем вот столько найти. Это нельзя привести в порядок, их нужно менять. Вот это как грязь, которая... Есть вопрос, есть вопросы, если можно предложить. Вот в части... Скажите, вам, если известно, внутри команды, вам известно, микроклимат. Как сами вот исполнители, сами исполнители сегодня реагируют на ту полосу, на ту полосу невезения, полосу игрок. Как они сами сейчас оценивают и какое отношение? Команде микроклимат какой? Давайте как бы вот... Можно? Вопрос на самом деле очень хороший. Я на эту тему хочу... Хорошо, что вы его задали. Присаживайтесь. Я на нее основнуюсь даже чуть побольше. И просто, когда ваш вопрос отвечу. На самом деле, это признается всеми, что команда по человеческим своим качествам, люди подобные к команду, это лучший состав, органично, наиболее подобный, который был за все время. Я имею в виду как бы нового сокла, по крайней мере, с 2005 года. Предыдущий период я не могу оценивать, как бы были другие люди и так далее. Но за этот период времени это лучшая команда по человеческому качеству. Нет в команде алкоголиков, что присутствует, нет в команде кровачей. Ребята хотят играть. Я с ними встречался в последний раз позавчера. Ребята действительно несколько подавлены результатом, потому что сами ожидали значительно больших дел. Никто из них, много молодых, никто из них не приехал сюда на год отбить бабки и уехал. Ни у кого такой цели нет. Все хотят играть, потому что у всех еще достаточно большая карьера. Поэтому иногда представляют команду шабашниками, собрались надо заработать деньги. Тут не такие великие деньги, чтобы ради них приезжать сюда и шабашить. Поэтому вы сейчас сами посмотрите, тренировка идет, настроение нормальное, действительно нет в команде ни разжая и так далее. Поэтому, в том числе и вопрос с главным тренером, что мне нравится то, что Меньшик собрал именно такую хорошую команду. команду с хорошим микроклиматом, команду с хорошими психологическими качествами и так далее. Именно поэтому я верю в то, что Меньшиков получится. Я вообще считаю, что Меньшиков очень перспективный тренер. Даже если вдруг, не дай бог, и у него не получится здесь, то он рано или поздно станет хорошим тренером. У него, значит, хотел бы, чтобы у него это получилось здесь, безусловно. Поэтому сейчас главное, я считаю, что не передавить, ребят, что пока они еще не впадывают в совсем такое подалованные состояние, но я думаю, что результат все-таки ближайшей литературы придет. Поэтому оцениваю, скажем так, сравниваю с командой, которая была в прошлом году, которая вроде бы показывала значительно более высокий результат, причем подчеркнусь, в определенном периоде времени, не постоянном, а в определенном периоде времени, сравниваю с той командой, хочу сказать, что микроклимат был лучше. Именно поэтому в той команде, к сожалению, было не все хорошо. Я лучше не буду об этом рассказывать, но как бы все-таки внутренней кухне. Но как бы это была одна из тех причин, которые, к сожалению, мы не стали продолжать контракт с Петрушиной. Александр Александрович, есть угрозы того, что Андрей Рябых покинет наш клуб? Андрей Рябых запретный контракт с клубом. Нет, понятно, но все нормально? У него, то есть, уменьшек, нет, если вы общались, может быть, есть какая-нибудь? Ну, скажем так, нет, у них как бы все нормально, у Андрея Рябых есть как бы определенные проблемы, да, связанные как бы с тем, что Игорь Анатольевич, и Андрей по-разному видят место его на поле. А, вот как. Но это как бы это рабочий момент, как бы, они бывают, как бы, и так далее. Но речь о том, что как бы Рябых не нужен команде, не идет. Мы обсуждали. Мы не случайно именно как бы с Андреем писали долгосрочный контракт, потому что для нас он силу клуба удостоящен. Однозначно, как бы, спасибо. Единственное. Слой к самостоящему характеру, к бойцовскому качеству. Таким просто не разгрошу. Ну, ладышки. По стуле. Вот перед Белгородом в течение двух дней наши уборщицы водой, тряпцем, смылом все это отмывали. Не верите, приходите. Завтра я вас с ним познакомлю. Боюсь, что они вас не поймут. Главное, чтобы они приедут, Андреевич, не были с тряпками. Один журналист написал, что не убирались, да? Ну, Александр Прахов, эксперимент, он протирающий тряпкой, ну, этот защитный лак, он слез уже. Вот влага высохла, пальцем правой, сейчас остаются белые следы. Все. Они же ничего не сделают, что-то менять надо. Ну, слишком много дыха, просто, вы знаете, в последние годы студенки, как студенки, не функционировали. И железный дорогой мечтал нужным сюда вкладывать деньги, кровь или все. Все, что можно. Горячая вода 6 лет не было на студенке. Ну, просто, даже если было очень много денег, все равно сразу до всего руки не дает. Все правильно, Олег Ильич. Вам вообще несколько поклончиков вы стянете. Мы все равно это делаем. Это у Александровича в частности за эти 2 миллиона которые вы вызовы. А иначе бы, если бы не было этих денег на ремонт и освещение, знаете, какой прогноз? Что в зиму мы заканчивали тренировочный процесс в 4 часа дня. Потому что здесь вот каждую неделю 1-2 светильника гаснутся. И все. У нас лампы есть, кстати. Лампы мы нашли в Великом Новгороде в прошлом году. Последние лампы вот из этой серии. Там помимо лампы есть еще масса всяких приспособлений, которые просто уже сейчас, ну нет их нигде. То есть, если там что-то погасло, все, уже ничего не сделают. Не, можно пару туда с фаером засунуть? Ну, люми, да, другие будут? Люкс. Люкс. И я думаю, что в данном случае я с милицией вам вопрос не смогу. Вот. Задай какой-нибудь вопрос, пожалуйста. На 9-ом поле. Оказывается, вот Александр Челянкович. По совету, есть какие-нибудь рычаги воздействия на тренера, кроме отставки, кроме болельщиков, и на игроков, на тренера. Потому что, опять же, возвращаясь к вопросу средых, на мой взгляд, на взгляд многих специалистов, там, а не так считаю, что люди, которые являются на данный момент сильнейшими игроками, они выходят на 5-м минут до конца игры. Почему нет никакой ротации состава, ничего нет? Нет, у нас практически нет голуби, нет полузащиты. Полузащиты и нападения. И как-то это, и тренер не хочет, не замечает ни Миронова, ни Рибы. Это ему все устраивает. Ну, давайте, по порядку, да, я, к сожалению, и больше никто, наверное, кроме меньшего, у нас, на бюджетном совете школа в Аши-Кане закончила, и, наверное, и, наверное, не имеет, я придерживаюсь такой точки зрения, у нас есть, в принципе, в некоторых клубах президенты, которые состав на игру формируют, там, замены делают, да, я считаю, как бы, это не совсем верно. Я считаю, что, если тренер работает, он работает, да, что мы имеем, да, мы, например, с игроком, чем обсуждали и ситуацию по тому же Рибы, например, да, почему бы, и ситуацию по Миронову, например, как бы, и он давал, честно, двояще черпывающие доводы. То есть, например, по тому же Андрею Рибырд, вы помните, в первой игре со словом он вышел, он начал играть на своей стандартной позиции, как бы, но, то есть, согласно той схеме, которая была, и я точно продемонстрировал схем, длина пропущенных мячах была, в том числе, на очень значительной на Андрея, поскольку он как бы не выполнял ту функцию, которую он должен был выполнять находит. Поэтому, скажем так, ему сейчас, и, скажем так, его вписывают, да, в команду немножко по-другому, да, пока вот этот третий проходит. Что касается Миронова, ну, по Мирону, вообще, скажем так, но вот, ситуация такая, что он как бы не совсем убедительно играет. Кстати, это был, не только в этом году, такая же проблема, скажем так, была их в прошлом году. Он, как говорится, с Зондионом, однозначно, когда играл. Если Зондионом, то он строил. Но опять, понимаете, это вопрос такой, я могу иметь мнение, вы можете иметь мнение, каждый может быть иметь мнение. Но за результат ответить в тренинг. Поэтому, если навязать ему состав на игру, теоретически, я думаю, что это возможно. Теоретически, да, но, во-первых, какая-то это практическая ценность, поскольку тренер, в данном случае, от себя ответственность, да, и, скажем так, после этого появляется такая слава клубу, что потом пригласить туда какого-то другого специалиста становится очень сложно. есть такой там легендарный Петрушина, я рассказывал, первого, в Челябинске, вот пример, вот того, в итоге, к нему вообще просто люди перестали ездить, потому что каждый должен заниматься своим делом. но скажу так, да, разделить, как бы опять здесь что, звучит ваши слова, вот вместе с Сергеем, да, мысль об недостаточном количестве цараций и игроков. не совсем сараций, тут же игроков. ну, сараций, ну, как бы, ну, как бы, ну, как бы, не сараций, игроков. если мы сейчас будем... просто такое отношение к людям, которые в прошлом году играют, все, мусоры вы больше не нужны, мы, я вот набрал новых своих рюжетских, приятных, вы здесь бы увеличивались, что они у меня, оба в огонь, никто, они же не сидят на скамейке, да, они в любом случае выходят на игру, либо в составе, либо в замену. Ну, как бы, да, и, как бы, и вам хотелось, и Андрей, безусловно, больше всех хотелось, чтобы он выходил каждую ночь в основе, он переживает, я знаю, как бы, но я думаю, как бы, понимание того, что Андрей, как бы, нужен команде, и Менщик прекрасно знает, что он один из ключевых игроков для команды, с точки зрения отношения команды болельщик и руководств, он это знает, как бы, ему об этом, скажем так, было... Доведено. Доведено еще до, еще как бы, на этапе подписания с ним контракта, да, мы договаривали, определенный момент, в том числе, но если он считает, что, как бы, и Менщику, да, что в настоящий момент на этой позиции Борису смотрится предпочтительный, но как бы, как можно навязать, а... Ну, опять, украиня, вопрос, слышите? Оценка предпочтительной, когда проигрывается все, все, что можно, предпочтительная, какая-то должна быть же, альтернатива. Если в этот момент начали выигрывать, я понимал, это у игрока посадить. Но вы же не можете утверждать, что меньше, вы не можете утверждать, что меньше не тасует состав, да? Он его тасует, он постоянно, в принципе, меняет всех игроков. И тот же Рябых у нас появлялся и слева в защите, да, и чуть вперед его сдвигали, и так далее, как бы. Он пытается найти место, в том числе, потому что результата нет. Но пока... Первый день вы помните, все-таки и Андрей, и Толя, они не слишком убедились. Ну, повалярия Павлова, например, у меня, как у болельщика, однозначно, он меня убедил только последние игры, и пятью минутами. Но это, наверное, пока мало. А до этого он валяр Павлов, мягко скажем, вот именно уже на мой взгляд личный очень невразумимый. Короче, здесь такая ситуация, что скульпы у людей в данном случае. Все правильно, ребят, когда команда Сибирьцы подали неудачу, мы действительно каждый видим со своей позиции. Здесь самым оптимальный вариант довериться действительно играл. Конечно, конечно, привет. Привет всем. Красти. Да, Михаил. Олег Александрович, вопрос, не то, что вопрос, а вот как бы просто вашу мысль хотел продолжить, в плане того, что по поводу игроков на поле. Вы все прекрасно знаете, многие сейчас на таких футбол, что в высшей лиге, например, у нас какая-то ситуация с Спартаком была, то, что там они тоже проигрывали, сливали последнее место, тут баш, такое делают вливание, что якобы Андрей Тихонов, легендарная личность всего отечественного футбола, будет играть на Кубке с Краснодаром. Здесь выплеск энергии, эмоций из болельщиков, выплеск эмоций игроков, тех, кто играл с ним ударом, здесь сейчас Спартак на каком месте в лидерах. Правильно? Правильно. Я предлагаю сделать так, чтобы как те игроки, которые у нас есть, Андрей Любых, Артем Федоров и Толя Миронов, Валера Павлов, хотя бы просто, чтобы один-два игрока этих были, хотя бы не всегда они на пасной выходили, но хотя бы замены, и эти игроки просто они импульс дают всей команде, просто они передают ту энергетику, которую передаем мы им перед матчем, между матчами, когда общаемся с этим ребятами, просто тех ребят, которые приехали в этом году, мы их не знаем, кто это такие, когда они, кто может они приехать сюда действительно денег зарабатывать, как мне сказал один футболист, а мы, кстати, сказали, что они так не говорили, вот, и просто не буду раскрывать, кто это что, как войти, когда на тратистый возил, и, как раз, чтобы сказать, надо, мне на самом деле очень интересно, кто же, по трубе, это значит, что у нас мы платим многовато зарплату, кого-то можно влезать, и там пока не надо, не надо пока, все нормально, как бы, вот, хотел сказать, что, как бы, можно передать, Игорь Анатольевич, что слова, да, от вас, от нас, от наблюдателя, совет, чтобы просто не сбывалось игроков, и если даже что-то не получается, пусть они, как бы, своей энергетикой подпитывают, как бы, ребят, те, кто на поле, я еще раз эту мысль передам, я прошу прощения, что перебиваю, просто хочу сказать, другой немножко момент, так у нас 2-3 игрока, саратский, составит постоянно, и у нас, как бы, Федя, на воротах сейчас стоит постоянно, и явно, и явно будет стоять, в ближайшем матче, да, чтобы этим родом, не кого-либо, вот, вот, есть ошибки по комплектованию, их никто не это самое, их никто не отрицает, да, они есть, вот, а 2-3 игрока-то, они есть, безусловно, у нас нет такого, у нас, я не назову матч, который, как у нас саратов на поле, был один матч, да, когда у нас, по-моему, в горях, в стартовом составе, только единственный, вот, был один матч, но это был связан, там, прежде всего, с травмой, Паша Гизгизов, вот, 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 единственное, наверное, саратов, то в последнее время агрессивно, да, то есть, сейчас, по крайней мере, уже четко получил место в стартовом составе, и, и оно не обсуждает, может быть, не такой харизматичный, конечно, как Андрей, да, но, в принципе, по тем игровым моментам, которым иногда действует, как фахаризм у него, и не это самое, ну, не отобрать, во всяком случае, ножку никогда не уберет, когда в столкновение пойдет, да, головой в голову тоже не это самое, не побоится, пойти, так что, вот, в перспективе, кстати, я думаю, что на некоторое время новый, призматичный город, поэтому я хочу сказать, я тоже, безусловно, как бы у нас, мы с Игорем будем после этого разговаривать, да, как бы я ваше пожелание передам, но, как бы, прошу, как бы, это сам не понимает, что, как в любом случае, но, я понимаю, что хочется увидеть всех в составе, да, далеко не все они, фактически, лучшей функциональной готовности, в настоящий момент, тут ведь еще такой момент, что, вот, они все нам дороги, и все бы это хотели, но, здесь есть и медицина, есть и тренерский состав, который смотрит, а в каком функциональном состоянии, вот, на сегодняшний день игрок, он может быть, три дня назад был лучше, но сейчас, вот, у него, там, ну, какой-то спад, там, какая-то янка получилась, да, и отдается предпочтение тому, кто на этой позиции лучше, вот, именно, в день игры, хотя, это лучше, может, и гол привести, там, и не забить, там, стопроцентный голевой момент не использовать, но, эти, такие вопросы тоже отметать нельзя, то есть, здесь, никто не делает какие-то предпочтения, вот, он мне нравится, или не нравится, уж тем более тренер, да, ему может, там, человек очень нравится, но, если человек слабее, вот, другой, значит, он его не поставит, потому что, на результате скажет, а, в первую очередь, с него спросишь. Вы понимаете, я не совсем удовлетворен вашим ответом, Олег Александрович, в каком плане? Микроклимат не в том отношении, что, хорошее взаимопонимание, взаимовыражение. Как оценивают сами игроки сегодняшнюю планку? Как оценивают, способны ли ребята? Если ребята способны, тогда, значит, надо смотреть на другую сторону. Мы говорим, была селекция, был межсезонный период, создали команду, набрали лучших, причем это, и вы сейчас поговорите, и было растревожено во всех, как бы, средствах массовой информации. Нужны результаты. И поэтому говорить о том, что, того ставить, не ставить, я думаю, это неправильно мы ставим вопрос. Ставить Рибыха, не ставить Рибых, ставить Павлова, не ставить. В конце концов, тренер, он ответственность несет, и не будем мы его всем перестародать, его ноги, простите. но с другой стороны, чувствуется, что на почве вот этого саратовские и приезжие в команде не совсем здоровый микроклимат. Наверняка. Вот это точно. Все, дай бог, что не простите, не так. Но дайте результаты, дайте результаты. Почему нет результатов? Почему сегодня раздражается аудитория? Вы понимаете, до того раздражается, что уже, значит, люди, которые ходят на уровне, так сказать, прошедших 50 лет болеют за футбол. Из них 34 за команду Сокол. И как можно вот смотреть, что мы пришли уже в никуда. Пусть команда на уровне. Два дня подряд мы практически смотрели игру с Пензой. Но один другого достойный, понимаете. Ну что, живали, что живали. Такие вещи есть. И я чувствую, что там есть серьезные тренерские просчеты. Ну серьезные тренерские. Никаких комбинаций, никаких наигранных систем. Никаких, уж я не говорю, о стандартах. То есть, кто работает, кто делает. Мы уже 11-метровый забивать не стали. Просите. Да, это же страшно. Я бы хотел от вас услышать одно. Мы сегодня собрались, что? И обсудить и согласиться с тем, что есть, поверить и дать еще срок или выслушать мнение каждого. Я лично считаю, что перерывы, перерывы до первого круга ждать очень опасно, потому что там тоже короткий период. Но пусть кто-то свежим глазом начинает смотреть. Пусть свежим глазом начинает смотреть изнутри и внешне. И пусть смотреть так, что, наверное, все-таки, товарищ Меньшиков, он пока, пока еще, простите это, с этой компанией, может быть, и сделать ничего не сможет. Потому что тренер это еще и психолог, тренер это еще отец, тренер и наставник, тренер это очень... Ответственно. Я думаю, что если вы оцениваете подбор кадров ребят, исполнителей достойными, то, по-видимому, надо делать выводы заранее. И не бояться этого, что кто-то когда-то принесет. Нам жалко, что уходит время, уходит первый круг, мы такие игры, таких команд здесь уже повидали, которые, откровенно говоря, я не знаю, ничего они достойны, еще там Бог посмотрим, чем приедет, если честно говорить, но опуститься уже в подвал турнирной таблицы это страшно. Такого в истории футбола саратовского нету. Спрос должен быть строгий. Можно не обидеть? Я сейчас сам смотри. Я как-то сказал, что по меньшему подвалу выводы будут сделаны. Что означает до конца первого круга, если до конца первого круга в любом случае, что значит отставка тренера? Отставка тренера подразумевает поиск тренера. В любом случае, если с меньшиком, а я надеюсь, все равно только что, с меньшиком продолжим работать, потому что я надеюсь, что это результат, в этом случае мы еще должны иметь время на подбор. Соответственно, я и Григорий Анатольевич уже на разговоре, который был несколько дней назад, я ему сказал о том, что мы сейчас ищем возможного на стороне. поэтому и это тоже занимает очень много времени. Поэтому, поэтому раньше первого круга отставки меньше, ждать не придется, поскольку, еще раз повторюсь, отставка она в любом случае сближена с поиском достойного кандидата. Потому что период скоропалительных тренера и у нас тоже это, к сожалению, ничего хорошего тоже не приводило. Твой вопрос. А у вас сам нечего объяснять, чем-то с этой ситуацией? Позволить, чего не хватает или по-моему, чего-то? Ну, объясняет, в том числе на пресс-конференциях. Объясняет определенными неудачами, определяет функциональность неготовности определенных футболистов, определяет определенными расчеты, то есть, как объяснение есть разные в каждой конкретной ситуации. В том числе и то, что были ошибки именно тренера. Он не сперва, он как бы не собирает, то есть, не как бы я от него круглая там не слышу таких объяснений, да, трусы жмут, трусы жмут, девки ждут, таких объяснений нет. Объяснений есть достаточно разумные и как бы в какой-то степени обоснованной. Но опять-таки хочу сказать одно, что это другое объяснение как бы, и тут вы со мной согласны, кое бы ни было объяснение важного результата. Есть результат, то есть, в прошлом году был Петрушин, я думаю, что половине не нравилось, что на поле происходило. Был очень нын. Был бы, ну как бы, был результат. Поэтому, как бы, даже вот такой встречи не было необходимости, потому что, как бы, как бы, цель оправдывает все, цель достигнута все, вопросов нет. А тут, а тут наоборот, обратной ситуации. Я хочу сказать, что в преддверии нынешнего сезона мы всем, вот реорганизационным моментом и так далее занимались, как никогда. И, как бы, спонсорская составляющая увеличили, там, и передачу стали готовить, и, там, какие-то остальные моменты все прорабатывались. Вот. как бы, поэтому разочарование от этого, этого сезона, от начала, по крайней мере, этого сезона, у меня, как никогда, я честно вам скажу. Потому что, многие, многим вещами вот так глубоко погружаются в отдельные детали, да, что, как бы, когда погружаешься, когда понимаешь, что правильно все делаешь, а после этого оказывается, что результата нет, это, это обидно вдвойне. Поэтому в прошлом году, даже, как бы, комплектование команды, да, вот оно столь глубоко, как бы, наблюдательно советовать вопрос нечего, как в этом году. Ведь по каждому, там, интересовались, ослеживают, почему. Но, к сожалению, как бы, в спорте элемент везения тоже присутствует. В определенных играх, я считаю, что, как бы, невезение, оно тоже было, это, как бы, объективно стирает. Да, кстати, полсчуточки. К слову, что ли, пришлось, или нет везения, не везения? по поводу, по поводу матча с Пензой, хотел сказать, особенно в Кубке. Вот, например, я думаю, что мы с игроками обменивались на счет, да, такая поддержка, как была в Кубковом матче, как бы, была просто фантастическая. И, да, в этом матче, как играть, это было просто стыдно. И, действительно, им стыдно, что-то, потому что поддержка была потрясающая, да, как бы, поддерживаю до последнего, как бы, я хочу сказать, что вот Максим Казанков, как бы, он переживал очень сильно, реально очень сильно переживал за, 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 не забитый пенанцией, да, поэтому, ну, кстати, еще, просто хотел добавить, ту игру, которую вы проиграли в Калуге, одну, один-два, парня, 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 парня. Я принял решение, дискуссировать орбитру, инспектор. Орбитру, один месяц, ну, ну, все так. Вот это вот, давайте, давайте воздержимся от таких вещей, Фелементное везение, да, ну, шаг забивает, с помощью руки. большое спасибо за то что вы отметили поддержку команда в пензель но все-таки поддержка команда деда оказывается на всех остальных когда мы нет я хочу быть феноменально что на протяжении 120 минут плюс пенальти там если взять то да согласен вопрос сразу назрел такой к чему тогда нам приглашать кого-то за какие-то деньги чтобы танцы грубо говоря он побыл здесь два дня уехал и про него все забыли может быть лучше это то что ему там дали пообещали перевести на болельщиков чтобы как-то стимулирует людей чтобы они ходили на трибун еще больше чтобы они ездили на выезда миша не жаловные деньги тормозит вот и кому-то может лучше стимулировать нас она полечит обыкновенный прекратим ежеда чтобы ездить болельщики на выезда установили если посмотреть любовь первую лигу вышку взять там фанатов то ездить другу говоря из 10 тысяч человек 300 700 ездить обычные мужики обычные дефицит жены на футбол да если взять грубо говоря 30 процентов фанатов 70 процентов обычно болельщиков кузьмичи называем давайте у нас организуем так давайте внизу поездку соберем и клуб болельщиков действительно у болельщиков там сделано как-нибудь миша не приглашать и нагородних мое личное отношение что это был не очень удачный проект это проектом проводился не клубом и клуб не ему никакого отношения не имеет я не могу не стеснял не брата и деньги давно я не я я не прекрасно я не хочу ловить его уважаемую мною очень в один виктор чепашки но у него как бы просто с этим другом начал таким образом хотел какой-то популяризацию спорта он преследовать задач я как было но это мое личное частное мнение которое я вообще не хотел бы сказывать хотел оставить по себе извините вы вот а что касается массово масштабного выезда я думаю но по определенным грубо говоря возьмем ближайшие точки да как если кто-то готов будет организовать большой масштабный выезд там например в пензу я думаю что слепой с глухим разговариваю я свяжу вас вот я шел на встречу с болельщиками через не могу потому что я шел на встречу с болельщиками через не могу потому что нужно было идти потому что есть общее дело которое мы собираемся организовать одиннадцатого августа и цель оправдывать средства я пришел я не пожалел что то есть человек адекватный то что он не остался таким каким он и был таким мы с ним прощались это однозначно просто он повзрослелся но этого делаю он сказал из всего того что услышал одну хорошую вещь сейчас тенденция вообще в российском чемпионате вот она его например очень огорчает что как только то есть есть человек который платит деньги или федерации или какой-то спонсор платить он призывает тренера и только через некоторый месяц через два-три месяца вы на чуть мне результат начинает умолять тренера за затеяли нельзя если ты набрал знал тренер дай ему хотя бы год работать оставил в покое этого человека постарайся как максимум оградить его но опять же договорись с ним то есть вот например инфраструктура как-то такая специфика саратов то есть если приглашаешь да то есть александр попечись за и должны искать значит так друг ты набираешь игроков до которых ты считаешь но пять или четыре или три или два человека должны быть обязательно наши саранской школы то есть вот этот можно обсудить но гнать сейчас меньше я вот чему нельзя я не знаю я я я не слепой я сам видел первые две игры домашние я был шок я так у футбола именно по красоте да по большому счету мне да я хотел бы что мы на первом месте вы но я как зритель как боречка мне было интересно да мы не забили да да мы не забили ты нате там у нас все время как вот это только вот ребят задумайтесь такое ощущение что нас просто кто-то сглазит вот эти два человека своей команды вот я вот эти два человека со своей команды восстановили имя соколы воссталось пепла наконец помогли нам так или иначе через вы знаете какой у нас спортивно-любивый губернатор как это все сложно решается как он с каким удовольствием берет деньги на табло его не будет смотреть вот там маленькие цифры есть все еще потап и пашкин поставить цифры вот а мы будем смотреть тем не менее на это нашли нашли деньги выклотили сохранили не разворовали другие какие-то негодяи на восстановили стадион восстанавливают через не могу с минимальной зарплаты андреевич как вы находите общий язык учиться рабочими которые там что-то протирает за эти копейки которые платят вообще непонятно дай бог мне все у нас идет пустое поступательное движение у нас остался андрюха появился появился тренер команда подошла начал подходить фанаты никто не это все на трассе остановились поговорили адекватно да мы конечно эмоции были все понятно что старая память того класса и тем не менее это позитиве у нас идет стадион приходит люди при отсутствии результата приходит трибуны зажигает терзает мегали серый давай чуть заряжать а мы летим я думаю в это время должны быть вообще все уйти чертвы они стоят так что сейчас я считаю оставить мечку покой он прекрасно видел он слышит что творится на стадионе он знает игроки знают я верю что но не может быть все время тусклое небо пробьется солнце и будет во всяком случае сейчас вот ганди капр птичьи цель дал 5 ну давайте потерпим наберемся мужчинам на саратовсказать я не я одно хочу сказать по поводу физку да я вот если терпит там два матча дома например волки там и я проиграть например я хотел посмотреть что будет что после того как а чеченские товарищи дали молитву будет будет что после этого он будет говорить так что это вы немножко разный момент хотя действительно нет это его . не говорит уже как раз я только что может и другие вещи сказать да ну вообще как бы давно безусловно я еще раз хочу пытаясь я думаю что уменьшку все получится но грубо говоря просто слепо смотреть на отсутствие результата да и если как вот место которое команда занимается сейчас да не счастливая она так останется да и никто не будет никаких неприкасаемых персон нет поскольку скажем как поскольку как мы перед командой прежде всего ставилась иная задача ставилась она и задача задача была как бы находиться в верхней части таблицы они не в нижней даком если мы видим что задач уже не может потенциально и тренерных расчет и но главе счет пока пока когда еще окончать следующий год опять андрею с олегом александровичем будет все нормально да 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 7 туров неудачно опять снимают опять новый и опять пошла пенсия такая кому это надо дайте человек доработать спокойно чего еще приглушить абсолютно адекватно человек александр будете общаться человек как вопрос другом я ему сказал адекватно я ему сказал так ты хороший человек но это не профессия профессия тренер поэтому вот эту оценку как бы необходимо повысить составляющего еще что по по тому стилю игры который там пытается привить меньше поставить в команду от современных не тот футбол который был петрушин там принял который за 50 сейчас как бы так уже не играю к сожалению вот эта волна до второй лиги пока не дошла поэтому бывает может существовать команды типа пензель вообще не понимаю как вот на такой футбол как пензель можно выделять деньги я не понимаю ради чего я не понимаю для чего нужна такая команда это называется антифутбол для чего я понимаю что грубо говоря перед ними стояла задача выйти в первую дивизион и они через такую тренерскую модель это делают я бы это понял но они у них задачи никакой нет у них задачу играть и игроки цельщик это это конечно поэтому в этом вопросе до возвращать пензель куда он прогрессивный человек но результат давлений сожалению на 1 1 7 поэтому сейчас нельзя я не знаю что должно произойти но это будет объективно его желание я еще как-то о плохом вместо того чтобы говорить о хорошем а что будет если результат на нас какая у нас будет селекция и так далее об этом не говоришь надо уступать потому что пока надо поступать ну в принципе есть туда все нет 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 ну что спасибо за то что пришли вам спасибо александр благодарю за поддержку да я надеюсь что как бы болеть засовку ближайших туры станет чуть более хотя приятно чем сейчас и уверен что результат они придут поэтому крось бы до команды поддержать можно последний вопрос как считаете можно дали пару тысяч поставить я сказал что он для чего за 1 2 будет более есть элемент случае поэтому букмекерство это такая же азартная игра как карты и воли поставил честно скажите я в азартной игре не играю в принципе потому что я человек на самом деле очень азартная поэтому дабы не рисковать я у меня примеры знакомыми очень интересно случаются поэтому видеть примеры я хочу сказать что я лично не поставил я не поставил например даже бы и на матч там барселона мочи соревнования точно не поставил даже на матч там барселона зенит какая не вера в зиме нет на пенсусе конечно можно было бы рискнуть спасибо спасибо